Брестская крепость. Советская цитадель первой, принявшая удар немецких войск 22 июня 1941 года. Более трех с половиной тысяч солдат, офицеров, медиков и пограничников несколько месяцев обороняли Брестскую крепость против десятикратно превосходящих сил противника, сорвав гитлеровский план Барбаросса. Подвиг советских воинов, погибших в крепости, стал символом мужества. О нем рассказывают книги, фильмы, а теперь и экспозиция, которая открылась в Самарском доме музея Михаила Фрунзе к 75-летию начала Великой Отечественной войны. Наша главная задача донести до современных коленей, особенно до молодежи, то, что наши солдаты были действительно солдатами с большой буквы. И, к сожалению, сейчас в мире такая тенденция, что пытаются очернить роль и влияние Советского Союза. И вот как мы все равно пытаемся доказать, показать людям, что все-таки какая мощь обрушилась на нас, на Россию, а какая была на другие страны. Военная форма солдат Красной Армии и вермахта. Оружие, боеприпасы, модели военной техники, карты и, конечно, солдатские письма. В некоторых, отправленных в Куйбышев за несколько дней до нападения, ни слова о возможной войне. А потом молчание. И только спустя год, после того, как советские войска вошли в Брестскую крепость и захватили документы австрийской дивизии вермахта, стало понятно, какой подвиг совершили защитники Брестской крепости ценой собственных жизней. Историю крепости посетители музея слушают в полном молчании, а потом с интересом рассматривают экспонаты. Мне интересно посмотреть на все, как было, как все происходило. Наши, так сказать, предки, можно так выразиться, бились, бились за Родину. Как говорится, бились насмерть. И это очень, так сказать, очень эпично слушать. Я часто закрывал глаза, сам представлял, как это все происходило. Это очень важно. Об этом должны все помнить. Я очень, так сказать, рад, что я очень люблю свою Родину, Россию. Я понимаю, что русский народ, русский народ, он сильный. Выставка, посвященная подвигу солдат Брестской крепости, продлится до 15 октября. Алина Чемерис, Андрей Трой, Максим Гусев. События.